Всем привет, у микрофона Каби. Добро пожаловать на Корею на прицеле 2.0. Сегодня у нас GSL. Мы смотрим группу C. И стартовый матч это Rogue, который будет играть против игрока, которого выбрал сам первый. И это оказался Zune. Мы с вами буквально в пятницу вечером на Твиче, но и в субботу на Ютубе чуть попозже выйдет эта группа с Zune. Такой у нас рассинхрон получается, но зрители Ютуба как раз посмотрят в том же порядке на самом деле, как оно было на самом деле, потому что матчи это были в четверг, и соответственно Zune играл в четверг на GSL, а в пятницу на DreamHacky. Поэтому Zune на DreamHacky уже знал, как он на GSL отыграл, я вот комментировал, не знаю. А зрители на Ютубе, получается, все посмотрят по порядку довольно удобно. Ну и, наверное, на всякий случай обойдемся без особых отсылок к результатам. Лучше скажем, что на драфте Zune говорил, что сейчас максимально уверенно чувствует себя в матчапе ПВЗ. Именно ПВЗ хочет играть, поэтому третьим он взял эту группу Дон Рэйгу, Дон Рэйгу добрал, в свою очередь, Кьюра. И вот такая вот группа получилась. Ну а насколько его уверенности хватит для игры против Роуга, это мы сейчас узнаем. Матч начинается на макроориентированной карте. И Роуга ставит второй хэтчер на третьей локации, потому что Zune приехал блочить, и в итоге Zune забирает минеральчик и уезжает Роуга, переводит рабочих. Очень интересно, насколько Роуга готов сейчас хорошо выступать. Как мы помним, его на финалах сезона нет, потому что он, как и Мару, не попал в топ-6, ну или вернее хотя бы в топ-8, чтобы потом выиграть стыковые матчи. Это может и не совсем то же самое, но хотя с другой стороны, что может быть объективнее, чем стыковые матчи. Разве что в том, как пары будут составлены, можно увидеть некую теоретическую необъективность, потому что все-таки не дабл эллиминейшн и так далее, но это уже совсем такие досужие рассуждения, скажем так. Старгейт у Zune почти готов. Тут держит двух адептов, Роуга пролетает и видит это. Там со Старгейта заказан первый войдрейт без ярких сюрпризов от Zune. И этот войдрейт будет найден Эверлордом, конечно же. Рок улетает обратно, далеко не улетит, но это уже не особо принципиально. Все с этим овером теперь понятно. А вот теперь хочется вернуться и посмотреть, что будет дальше. Вопрос, а че не виселось, да? Рефлекс. Эверлорд стал убегать, но тут-то ему надмозг снизу и постучал. Говорят, вообще принято считать, наверное, что какая-то высшая сила стучит сверху, да? Виктор Олегович Пелевин в своем последнем романе переосмыслил это понятие, так что если вы еще не в курсе, читайте. Не буду спойлерить. Такая себе, в общем, антиутопия получилась. Такая себе в смысле оригинальная, а не в смысле неинтересная. Такой вот бесплатный пиар. Иногда можно что-то хорошее попиарить и бесплатно, правда. Прилетает Оракул. А там дальше заказаны Глейвы. Он будет играть довольно-таки популярный билд. Старгейт в пуш. Рога очень ранний. Лайер, ну, прям, не очень ранний, но до 100. То есть он на 4.00 где-то заказал. В принципе, играя противстандартно. Стандарт Азерги могут Лайер заказывать там вообще в районе шестой минуты. Рог заказал ранний. И вот он и пошел Бейнлинг Нест. Про адептов он толком не знает. Планируется вообще Нидос, хотя заказано 9 дронов. Не знаю, зачем Лайер. Гидроден. Супер-быстрый. Минуя Рауч Ворон. По всей видимости у Рога вообще-то говоря, план это гидробейнлинговый пуш. Там пошел второй Старгейт. Третий Старгейт с клейвами. Окей, смотрите, я думаю, что Зун, увидев лейер, решил, что это шпиль. И он добавляет Старгейты, чтобы сделать фениксов. И, соответственно, он даже частично отказался от плана давления адептами. Хотя какой-то товар там у него еще подходит. Здесь прикольная ловушка. Зун заходит, видит Гидроден. Будет отменять Старгейты или нет? В принципе, можно наделать фениксов и против Гидролисков тоже. Это, в принципе, тоже работает. Старгейты достраиваются. Вайдрей все-таки. Ну... Посмотрим, как это сработает. В целом, конечно, Вайдрей против Гидролисков работают плохо. Но интересно, как тут может помочь эффект адептов. Проблема в том, что адепты тоже хорошо взрываются бейлингами. Не знаю, как-то мне пока не очень понятен план Зуна. Вернее, даже не план, а как он видит концепцию вообще. Как его юниты будут работать. Прилетает Аверсир. Видит, что там 300 гейта. Видит, что там заказываются грелки. Оракул прилетает, дает ревелэйшн. То есть я бы, честно говоря, даже скорее понял, если бы он сейчас сразу попробовал зарашить карьеров. В расчете, что карьеры успеют скопиться. Ну, там штук шесть. К моменту, когда придет Гидра. 69 пробок уже. Из Гидра-то, видите, никуда не идет же. Четвертая хата, четвертая база. Гидра никуда не спешит. И, следовательно, у Протоса, в принципе, было бы время. А он строит грелки. Может быть, конечно, они потом будут таким цементирующим составом. При карьерах. Но снова-таки против Гидра-лисков и, видимо, люркеров, которые воспоследуют потом. Есть ли в этом смысл? Ну, вот, помочь Бэйнов убить, которые закатываются в экономику, это да. Тут, как бы, базарыня. Разбивает рог камни. Зул заказывает чардж плюс один. Он, в принципе, с такой мидгеймовой наземной прослойкой играет. Мне как раз кажется, что это не так уж и круто против Гидра-линга Бэйнов, если честно. Но главная, конечно, сила чардж-зилота в том, что есть возможности для контратак. Пошел маяк флотилии. Апгрейд плюс один также заказан на воздух у Тоса. Да, и тут завернуты еще Бэйна, но их там уже и так соу-мэйни. Помните, раньше играл Димага и главный комментарий на английском языке был соу-мэйни Бэйнлингс. Почти что тот самый случай. Рог, конечно, до Димаги килограмм сорок не дотягивает, но в остальном в Бэйлингах берет свое. Закатываются они, убивают, конечно, к чертям всех чардж-зилотов вместе с адептами. Новых чардж-зилотов убьют новые Бэйна. И Войдреям удача, конечно. Любви и терпения. Любви хватает. Насчет остального не знаю. По-моему, не дотерпят они ни до каких карьеров. GG. Я могу только повторить свой вопрос. В чем была задумка Зуна? Как это, с его точки зрения, должно было работать, мне непонятно совершенно. Второй сет карты Blackburn. В правом нижнем углу появляется Rogue. И слева внизу его соперник. Которого бедного как только не произнес. Корейские анонсеры говорят Zone. Англоязычные комендаторы говорят Zone. Ну, а я теперь говорю так, как говорит сам Зун. А сам Зун говорит Зун. В конце концов, так еще и проще. А, вернулся? Нет, погодите. Статс не вернулся. Мы смотрели классика против Застя. Путает меня чат на Африка ТВ. Статс еще пока нет. Классик, да, Классик уже пришел. Уже неплохо играет. Классик и Гумихо у нас вернулись из ожидаемых ребят. Классик играет получше сейчас. Ну, и еще есть такой товарищ Бьял, который анонсировал, что он начинает играть. И уже нашел команду. Преп и Спортс, в которой еще играет Хас, например. Показавший вчера крутейшее выступление на DreamHack. Ну, вот у Бьял или Бьёль. По идее, и так должен читаться его никнейм. Это звезда по-корейски. Однажды я нашел это слово в Яндекс.Переводчике и теперь буду вечно выпендриваться, наверное. Пока Бьял играет в Старкрафт, по крайней мере. Ну, что ж. Рог ставят на Блэк Берн и Хату на третье, как обычно. Рог вообще любит вроде карту Блэк Берн. Романтицид был, скорее всего, выбором Протоса. Но там написано было на предматчей графике. Старгейт снова от Зуну. Тут он ничего не меняет в своей игре. Ставится гейтвей. Может, надо второго комментатора как у корейцев? У корейцев три комментатора, если что. И пошел Войд Рей. Два комментатора или три комментатора – это всегда хорошо при комментировании из студии. Когда комментируешь онлайн, всегда добавляется эффект хренового звука из-за мессенджеров. Ну, или любого способа, которым вы передаете звук на расстояние. Ну, это уже исключая те моменты монетизации, которые редко учитывают те, кто просит «Алекса, пожалуйста, в пару кабе!» Или наоборот. Всегда получается, что кто-то один более или менее работает бесплатно, потому что не у него на канале появится видимо. Иногда это себе можно позволить, что-то типа три раза в год на финале JSL, но не на регулярной основе. Прилетает Войд Рей, убивает оверлорда. Но оверлорд такую интересную отвлекающую функцию выполняет. С одной стороны он отвлек от лингов, с другой стороны он отвлекает от того, что Зун, собственно говоря, играет против Роуча Раведжеров с двух бас. Роук играет пуш с двадцати четырех дронов. Атака, которую даже Блай бы себе не позволил, мне кажется. Потому что Блай – макроигрок в сравнении вот с этим. Но Роук очень любит миксовать свой стиль такими стратегиями. Одно время он частенько играл пуш на двадцати... одном или двадцати трех дронах. Здесь вот такая новая версия. Двадцать четыре Роба Роуча Раведжера Линги. Жесточайший пуш. Теоретически, казалось бы, да? У меня Астергейт, у меня Грелки. Ну, в смысле? Твои юниты не бьют по воздуху, чел. Ну, вот посмотрите, какой урон. Но, на самом деле, у них по-прежнему поровну рабов. И у Зоны три Нексуса. Те есть, я даже не уверен, что он уже проиграл. Но проблема в том, что юниты тут добегают. И, да, Зерлинги просто сгрызают пробок на пофиг. А Зону никак не закрыть тут эту стенку. Линги все время находятся возле стенки. Не дают перекрыться наглохо. Те есть, вроде Роук теряет юнитов, да? Но теряет он их медленно. Грелки медленно бьют лингов. А Ракул уже давно закончился. Двенадцать пробок остается, да? И Зон, похоже, сейчас потеряет просто всех. Джи, джи. Роук отлично использовал свою заготовку. Играет кто-то такой на ладдере в каждой игре. И мы скажем, что его ММР не заслужен. И вот это вот все. Но турниры это турниры. Для профессиональной сцены это не сильная стратегия. Но такие вещи хорошо работают, когда они первый раз. Когда они редко. Когда соперник не разведывает прицельно. То есть никто, у кого есть репутация, что он играет такую стратегию в каждой игре, не победит на GSL никогда. Потому что его будут разведывать более ранней пробкой. И там посылать вторую и так далее. Пролетать тенью адепта. И это не сработает. Но именно в качестве вот такого внезапного решения работает это. Отлично Роук себя обеспечивает победу и проходит в матч винеров. Ну а мы с вами отправляемся во вторую игру этой группы. Где Дон Рейгу и Кьюр будут оспаривать возможность за это самое первое место с Роуком побороться.